Всем привет, с вами Алекс. Сегодня мы играем игру под названием Splatars. Я не буду рассказывать, что это, потому что эта игра давно известна всем. Да, я думаю, всем известна. Поэтому сразу начнем играть. Я добавил сюда мод вот такой машины под названием Ford Shelby Mustang GTR, по-моему. Это где-то примерно 70-й год. И вот такая модель E7310. Грузовой автомобиль. И что, попробуем? Посмотрим, как себя будут вести эти машинки. Начнем, наверное, с мустанга. К сожалению, модули на ней не представлено, но просто попробуем поездить на ней. Что она себе представляет? Да, но звук мне уже нравится. Так, ручник снимаем, переключаем передачу. Так, куда поедем? Так, дороги нету. Откроем карту. Чува? Нигде дороги нету. Ну ладно. С этим разберемся. Так. Начнем с того, что дифференция... Так, дифференция постоянно у нее. Что позволяет ей более-менее проезжать... Ай, ай, тише, тише, тише. Небольшие препятствия. Как раз таки утопим ее. Реально утопим ее. Опасный уровень воды находится на уровне капота. Но, как видно, урон ей не наносится. Это уже хорошо. Я думаю, мы отсюда выйдем сейчас. Так. Что они представлены? Ручник есть, лебедка. Правда, по-моему, у нее будет без затягивания. То есть, сам себя вытянут, и не смог. Не, ну, самому, вытянутся отсюда не получится. Придется подгонять другую машину. Это не очень хорошо. Проходимость, я вижу, машина неплохая. Но, минус, то, что к ней нет ничего. Ни хотя бы, ничего. То есть, для этой игры она чисто так кататься. То есть, никакую миссию на ней выполнить невозможно. Никакой груз перевести тогда. Ну, да, я думаю, хватит на ней мучиться. Кстати, Локи вид спереди. Вот такой-то, по-моему, сам. Ну, камера. Салон нет, по-моему. А вот тут уже есть небольшая. Посмотрим, выйдет ли она через нее. Так. Походу, мы даже не доедем. А не, все-таки залезем. Ну, оттуда не вылезем уже. Полный привод включенный. Кстати, для этой машины, что интересно, Ford Mustang редко предоставлял такие машины, как с полным приводом. Мы, видимо, специально для этой игры сделали ее с полным приводом, но, как видим, он ей не помогает. Хорошо. Перейдем в гараж. Гараж, кем мы получили эту машину. Такой-нибудь монстр на восьми колесах. Так, что мы здесь можем поставить? Маячки. Вот такие сигнализации. Ну, как сказать. Они сигнализируют о том, что перевозят какой-то груз. А сцепку можно поставить. Ремонтные части по прицепи сцены. Платформу лицевого поставим. Я думаю, поездим так. Полный привод также присутствует на этой машине. Дифференциал постоянный, как и на прошлых автомобилях. Автомобили. Сейчас никуда вырулить не будем, пойдем прямо. Влагоколеса позволяют переехать. Да, в порядке не знаю, как кто. Так что на этой машине я могу очень хорошо покататься здесь. Стандартная версия сплентарная сна не представлена, но попалась в учитель интервете, можно найти модуль. Правда, с этим модуль мы не сможем играть на сети. Но это не велика потеря. Можно самому покататься. У кого есть желание играть с модульми, вряд ли кто-то будет по сети с ним катать. А если хотите модуль, просто может быть официальный модуль 7. Я не знаю. Других путей вроде нет. Да, машина жесткая. Эдакий танк на колесах. Кто-то не знаю, куда мы едем. Идем чуть-чуть, на пугалась машина. Но едет все равно хорошо. Так, что там, вид из кабины есть? А, слепины, вида нет, но есть вид сверху на машину. Что, в принципе, тоже неплохо. Хороший обзор. Каждому, извините, самому. Так что... Ну, я думаю, можно завершать обзор на эти машины. Особо, конечно, про них я ничего не рассказал. Но особо про них и нечего буду рассказывать. Потому что на этой машине были только сцепь, детали. А то и в машине вообще ничего не было. Мы рассмотрели немного проходимых стих. Перевозка и грузы, я не знаю. Я не люблю заниматься этим. Вот, покататься можно было. Ну что, искать еще. С вами был Алекс. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Все в этом будет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok